Здравствуйте! Читают все, и я Светлана Федотова тоже. Однажды мы смотрели с шестилетним сыном на звездное небо, и он спросил меня, какие звезды я знаю. Вот это полярная звезда, гордо ответила я. А еще спросил он, ну вот там, кажется, Сириус, и на этом мои знания были исчерпаны. К следующему вечеру выучив все, строго сказал он мне. Вот если бы этот разговор происходил сегодня, я бы взяла вот эту книгу «Камиль Фламерион. Небо христианского мира» и стала бы ему читать в день по главе. Именно так автор в предисловии просит поступать, ведь эта книга бесед для семейного чтения. Ей уже 150 лет, она была безумно популярна на рубеже веков, но не устарела и сейчас. Более того, можно сказать, что эта книга представляет из себя маленькую портативную машину времени, с помощью которой можно попасть в XIX век и посмотреть на мир глазами тех людей. И посмотреть на мир, в котором нет ни смартфонов, ни троллейбусов, а звездное небо над голубой есть, и оно все тоже. Пусть вас не пугает название «Небо христианского мира». Небо других религий мира примерно такое же. Речь идет всего лишь о времени. Автор популярно рассказывает о том, как человек видел мир после возникновения христианства, то есть в нашу эру. Другая книга, чуть поновее, ей 50 лет. «Генрих Сабгир. Звездная карусель». Это книга стихов на космическую тему с великолепными рисунками Виталия Стацинского. На ней могло бы вырасти не одно поколение ребятишек, но художник эмигрировал в Париж, и потому эта отличная книга была положена на своего рода полку. Переиздали ее только сейчас, хотя она идеальна для первого разговора о космосе и карте звездного неба. К тому же стихи отличные и рисунки прекрасные. Другая книга, в которой тоже все хорошо, и стихи и рисунки пермская. Да, не погибла еще пермская книга издания. Ольга Ухалина «Волшебные мелочи». Книга в прошлом году была издана в Перми продюсерским центром траектории. Художнику книги наш, пермячка Анастасия Столбова. Картинки замечательные. Стихи тоже. Кстати, перед тем, как издавать книгу, издатель Юлия Ворожцова показала ее своей дочери Маше. Провела, так сказать, следственный эксперимент. Та была в полном восторге, и это решило дело. Книга вышла в свет к нашему общему удовольствию. Каждая книга особенная, поэтому дети залипают на каждой. А в следующей передаче мы поговорим о книге пермского автора Льва Кузьмина «В одном прекрасном царстве, изданной не так давно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова